...за удовольствия, поскольку мы попросили и с ним погодимся сегодня, участник нашего призыва, керевник антиферистического центра президента Украины, первой наступной влоги, и наступной влоги, и наступной влоги, и наступной влоги. Пожалуйста, вы переживаете? Да, дедушка. Вин выделил с нас трохи своего часа, потому что он коротко конформировал нас про ситуацию. Поэтому, может быть, длина буквально пять, не больше, чуть-чуть забытания. Добрый день. Я хочу сказать, что вот уже полных десять дней на территории Украины, ее трех восточных областях, проводится антиферистическая операция в рамках деятельности антиферистического центра при службе безопасности Украины. Объявлена эта операция указом президента Украины. Следует сказать, что за эти дни проделана огромная работа по определению сил и средств и введение их непосредственно в главный замысел о проведении АТО. Следует сказать, что антиферистический центр при службе безопасности, к сожалению, к времени принятие решения боевого задействования в АТО был в достаточно сложном рабочем состоянии. Фактически нам пришлось с листа, с чистого листа, поднимать и личностный ресурс, то есть профессионалов, и необходимые силы и средства, а также технологии деятельности таких образований. По сути дела, мы столкнулись с проблемой осуществления действий в рамках АТО фактически с марш. На сегодняшний день удалось свести необходимые ресурсы для того, чтобы выстроить не только вертикант деятельности АТО, но и создать необходимые изъявления, позволяющие взять под контроль выполнение замысла АТО. Вы знаете, что 4 дня назад был издан указ о назначении начальника Донецкого управления службы безопасности, который сегодня и возглавляет региональное представительство АТО на месте. Я уверен, что большинство ваших вопросов будут направлены на то, почему есть такие сложности. прежде всего таких городах, как Славянск, в какой-то степени Краваторск и в других городах. Я сразу забегаю вперед, потому что таких вопросов действительно может быть много и не абсолютно справедливо. Скажу, что только в силу, ну, моя точка зрения, просто провала работы предыдущими организаторами правоохранительной деятельности на местах. И не только службы безопасности, но и Министерства внутренних дел и других силовых структур. На сегодняшний день, в принципе, мы подошли к этапу, когда можем и должны контролировать ситуацию в обозначенных регионах. Взять ее под подлогой контроль сегодня полностью, это было бы несколько завышено. Если, например, говорить о том же Славянске. Но проводится огромный, поверьте мне, огромный комплекс и оперативно-розыскных, и оперативно-следственных, и оперативно-боевых действий по взятию под контроль этих территорий с тем, чтобы минимизировать присутствие террористов, диверсантов, сепаратистов в местах их дислокации не допущено перемещения оружия, боеприпасов и других средств поражения по указанным территориям. Как действует в данном случае противник, вам это достаточно известно. Средствами и методами не брезгуют никакие. Достаточно одного ужасного эпизода с известным депутатом Славянского Совета, для того, чтобы понять грани, пределы, а точнее сказать, беспределы, тех, кто пришел на нашу землю диктовать те законы, по которым мы якобы должны жить. Я думаю, что ни члены разных подразделений и сил, которые входят в состав АТО, ни граждане самих этих регионов, да и весь украинский народ не согласится с ним. Но, к сожалению, эти преступники все-таки из числа мирного населения имеют поддержку. Определенную поддержку. И вот здесь я хотел бы обратиться ко всему населению Украины. Вот давайте ведь вспомним те времена, когда народ Украины и армия были вместе. Что же случилось в сознании и представлениях какой-то части, пускай это не большой части, но все-таки части граждан нашей страны, что, по сути, они стали против тех, кто должен и отслуженно идет на защиту их же самих. А ведь посмотрите, все те силы и средства, которые входят в состав АТО, а это подразделения Национальной гвардии Украины, внутренних войск Украины, определенных подразделений вооруженных сил Украины, подразделения Службы Безопасности Украины. Это наши же граждане, которые своей главной жизненной ценностью избрали защиту своего отечества. И на этот путь они становились абсолютно осознанно априори, понимая, что в какой-то час, в какую-то лихую годину они готовы будут отдать не только свое здоровье, но и жить. И это на сегодняшний день происходит. Сотрудники перечисленных министерств и ведов, я бы сказал, чрезвычайно экстремальных ситуаций сегодня пытаются действительно максимально эффективно выполнить ту задачу, которая сегодня поставлена, я сейчас говорю, не просто политическим руководством Украины, а всем гражданским обществом Украины. И это они делают с добростью и честью. К сожалению, не прошло без потерь. Есть погибшие, есть ранены. Но это не остановит наших воинов по духу и действию. И они до конца будут выполнять свой гражданский долг. И я прошу уважаемых журналистов донести вот эту информацию до максимального количества наших граждан. Давайте мы найдем этот союз. Давайте мы будем решать эту огромнейшую проблему нашего государства вместе. Ведь в чем проблема по выполнению большинства задач в рамках АТО? Фактически мы не можем действовать так, как нас в свое время учили военному искусству. Так это можно было бы выполнять в рамках отдельно взятой антитеррористической операции. Это только подразделением спецслужбы, таким подразделением как Альфа. В общей сложности, начиная с момента его создания, проведено больше 17 тысяч оперативно-боевых задач и специальных мероприятий. Но они проводились в рамках отдельно взятых условий, где связано с реальными террористами, с реальными криминалами, с реальными бандитами. А сейчас фактически мы имеем того же противника, но он полностью закрывается мирным населением. Женщинами, детьми, стариками. И осуществить что-то такое в рамках уже существующих форм и методов действия специальных подразделений невозможно. И этим пользуется противник, крайне усложняя деятельность для сил и средств оттуда. Но, наверное, эти испытания и эти испытания нам нужно пройти. Мы сейчас всегда возможными методными способами пытаемся найти алгоритмы решения задач и в таких условиях, потому что наши граждане хотят жить в мире спокойствий. Особенно в тех регионах, где сегодня вынуждены мы должны проводить такую операцию и таким образом серьезно ограничивая жизнедеятельность разных живущих. Уважаемые журналисты, готовы ответить внизу. Один, второй раз. Один, второй раз. И на одном, второй раз. Скажите, пожалуйста, через кубеда и диктенции информация про то, что в СССР вроде Альфа вчера безмога собрать участие в СССР? Да. Да. Я думаю, это просто шутка такая. Оказывается, это серьезное поставление вопросов. Но я считаю это в суд. И так есть на самом деле. Просто может быть кому-то показаться, что Альфа может принимать участие и в том, и в том, и в том. И даже представителям в том числе и правоохранительных вопросов. И если эта информация поступила, то она ошибочна в том, что для этого спецподразделения есть другого порядка задач. В рамках той же АТО. Поэтому здесь не стоит вопрос вообще о выполнении или выполнении приказа. Альфа Украины выполнить приказ в рамках существующего замысла данной операции. Потому что это же защита своих граждан страны. И у нас не какой-либо виртуальный противник, а он реальный. Который стреляет, убивает, захватывает заложников, издевается и так далее, и так далее. Поэтому Альфа никогда в стороне стоять не будет. То, что она действует в своеобразных условиях, при обязательной подготовке точных, правильных данных, своего данных и способов в конкретном действии, это да. Это ее особенности. Я думаю, что эти особенности абсолютно оправданы целями задачами, поставленными перед ними, и теми результатами, которые мы от них ожидаем. Два вопроса. Два вопроса. Первое. Чему вчера после того, как в рамках было ликвидовано, требовал пустить, практически так далее, был очень глубокий наступ. Операция прекратилась. И второе, что точнее, свежая информация сейчас, что вонапад на аэропорту Крама-Корске начался после выхода на Аэропорту. На земле и его. Чему все и так происходит? Возвращение. Я с другой вопрос. Начну. Я лучше, наверное, вы на русском языке. Действительно, на аэропорту Крама-Корске, одиночным снайперским выстрелом, был обстрелян вертолет на стоянке. Выстрел был произведен в парк с горючим. В связи с этим получился взрыв, в результате которого пострадал командир экипажа, уже от факта самого взрыва. Сейчас остается пока опасность подрыва, боезапаса, который есть в нем. Но оперативный штаб управления антирористической операцией там на месте, регионального представительства, занимается сейчас этим вопросом. И не только с точки зрения локализации вот этого почерня, но и отработки прилегающей территории, причем отработки не только в плане физического обнаружения источника угрозы, но и целым рядом оперативно-развитных методов. Что касается первого вопроса. Знаете, есть, в каждой операции есть своя тактика, есть своя стратегия. И, наверное, было бы наивно ожидать, чтобы я вам мог рассказывать какие-то подробности. Ведь не только вы меня слышите. Поэтому, действительно, вчера было снято три блокпоста, разблокировано, скажем так, и они были подкинуты без закрепления людей на этих постах. И в то же время, одновременно на тех направлениях, где нам это нужно, с точки зрения главного замысла, поставлены стационарные блокпосты. Придет время, когда потребуется в рамках наших дальнейших действий, возможно, постановка и так. Я бы ограничил на вопрос. Да. Скажите, когда вы считаете общественность и всех дезерсантов пойманы? И второй вопрос... Еще раз как? Ну, по сообщениям СБУ, уже, там, половина... Резонтор уже в этом запытании на двадцать лет. Не, не, а что? Почему? Это по дезерсантам последствия. По следствию на дезерсантов. А, нет. Здесь можно буквально в двух словах рассказать о том, что, ну, в общей сложности, те, которые находятся в руках нашего следствия, находятся около тридцати таких дезерсантов. Мы знаем, где нужно держать, мы знаем их цели и задачи, с которыми они пришли. Ну, последние вот два дезерсантов, которые, славянские, которые имеют отношение непосредственно к руководителю, это есть, группировки, находящейся... А есть среди них... А где они представлены или выдано Россией? Знаете, я не могу комментировать этот вопрос, потому что это ближе вопрос начальник следствия, а потом другим моментам и процессам... А есть среди них граждане России и кадровые офицеры российские среди захваченных? Марк Ричкевич Киевкус. Насколько вам, заважаючи у складного выполнения АСЛО, тот чинник, что есть среди особистого склада СДУ завербованы агенты ФСБЧ або ГРУ в России? Действительно, я вам уже сказал, уважаемые предприятия, что то, что происходит сейчас в рамках осуществления антитирористической операции, сложилось такое огромное количество нестандартных условий, при которых не работала не одна спецслужба мира. Поверьте, мы столкнулись с чрезвычайным феноменом, вот я бы так сказал, чрезвычайным феноменом, когда у нас есть то, о чем вы сейчас говорите, уважаемые журналисты, и завербованные сотрудники наши и те, которые работают на сторону противника, и те, которые внедрены, и те, которые сочувствующие, но делающие не меньше вреда общему делу. Представляете, вот обеспечить секретность не то, что там само проведение, а даже самой подготовки, это чрезвычайно сложно. Каждый человек не проиллюстрирован на предмет лояльности к украинской власти и преданности украинскому народу. И все это надо делать на марше, все это надо делать уже в режиме фактически достаточно напряженного ритма работы в рамках АТО. А вы говорили о провале работы местных правоохранительных органов. Это был провал или это был саботаж сознательный? Вы знаете, здесь есть все. Здесь комплекс. Здесь есть и провал, и саботаж. Если представьте себе, у нас сегодня в том же Славянске нет оперативной силы. Не с точки зрения спецслужб, не с точки зрения правоохранительных органов, не с точки зрения поддержки местной власти. Вот как сейчас работать с тем же даже населением, я не говорю нашими оперативными средствами. Если ситуация вот такая. Здесь, вы знаете, в большей степени уже ответственность, и я прямо подчеркиваю это слово, ответственность должна лежать на каждом гражданине Украины. И я сейчас обращаюсь к гражданам, жителям именно в данном случае Славянска и другим городам и селам, находящимся на территории, где проводятся. Поймите правильно. Мы ведь ваши защитники. Сегодня ребята жизни свои будут. Живут просто в ужаснейших условиях. А у них тоже есть свои родители и дети. И они тоже хотят мирно и нормально по-человечески жить. Но они вынуждены быть на вашей территории сегодня, на нашей территории в Украине. И защищать вас. Поэтому от вас очень многое зависит. Мы сейчас проводим определенную, в рамках АТО, проводим определенную информационную работу. Там раскидали огромное количество условий. Мы указываем, как себя вести в этих условиях. Выходить, не выходить из здания. Надо, может быть, вам заметить, чтобы посмотреть. Что делать в условиях? От тех действий, которые осуществляются нашим противником на месте. Я хочу успокоить в этой ситуации граждан, что мы не пойдем на какие-то жертвы, на какие-то там стурмы в городе. Мы понимаем, что это жители, мы понимаем, что могут быть очень много в связи с этим пострадавших. Мы заради каких-то побед не будем жертвовать жизнями граждан нашей державы. Но противник, преступники, диверсанты, террористы, они должны ответить за свои действия, преступные действия по полной программе. Спасибо. 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 Спасибо.